И его продвигает за флоу. Поскреби по либералу. Да, и наскребешь фашиста. Это жестко. Это Стаса и сказал? Ну, в принципе, это вообще есть такая фраза. Я, по-моему, Стаса слышал это. Это еще было... А, Стаса-то сказал, когда он нашел цитату Оксимирона про то, что будем бомбить палестинские дети. Там не цитата, там вот такой матрас. Это, наверное, прикол был, не знаю. Нет, там... Он тогда был зарегистрирован на хип-хопру как миф. И там прям такой крик души был от молодого... Идейного еврея. ...еврейского националиста, да. Прикольно. Про убивать палестинские детей и так далее. Прям достаточно жесткий текст, если честно. Знаешь, на самом деле даже... Ну, в принципе, даже Витя... Даже Витя в 10-й фигуре по приколу... Подожди, у еврейского... У бывшего еврейского националиста, который сегодня олицетворение... Либеральные идеи. У него его протеже... Его протеже — это бывший русский националист, который стал... Да. Режа. Знаешь, что самое смешное? Витя кидали в этом году вообще все. Знаешь, что самое смешное? Ну, вот в 13-м каком-то там... Он стал бы звездой, по сути. Его могли бы сделать, его могли бы распиарить. Действительно, потому что там прям полноценная поддержка The Flow, там, Фит с Мироном. По-моему, непонятно почему. С Хаски, по-моему, тоже, да, что-то есть там? Не знаю. Не знаю. То есть, насколько я наблюдаю, его прям пытаются массивно протолкнуть. Но вот как раз вот сейчас именно... По-моему, ему все поломало. Да, ему все поломало. И поэтому тебя, придурка, Дисси Данихацкий на 13 тысяч просмотров в розовой шубе. В прекрасной розовой шубе. И обсуждает твой бывший кумир. Вот. И просто пытался понять, что ты за странный пассажир. Слушай, я ему звоню, говорю, запиши мне скид в ДИС. Он говорит, что? Что ты мне звонишь? Просто когда он мне звонил, я не знал, кто это. Единственное, с чего я посмешался, почему я вообще решил обратить на него внимание, это когда мне скинули его сначала, типа, гадости в мою сторону. Я проигнорил, говорю, мне неинтересно. Он говорит, у него там фит с Мироном. Я говорю, мне похуй. И потом мне скидывают, типа, он отвечает на вопрос про тур, он говорит, блядь, все бы отдал за тур. Душу бы продал за тур. А я как раз в это время вот в поезде сижу, еду в тур. Типа, выставляю там две фотки, я еду в тур. Типа, список городов. И он пишет, типа, ну, что ты на меня гавкаешь, вот, насколько мы с тобой на разных уровнях. Ну, это вот тот случай, когда человеку промыли мозги. Вот, это случай с Фейсом. Фейсу промыл мозги его брат Богдан, близкий друг Пети Верзилова. Вот, и Фейс это сегодня сам осознает. Страшно. А Игла, я в его либеральную позицию не верю. Мне кажется, когда у того появилась возможность фитонуться Ксимироном и что-то из этого получить, когда ему показалось, что он сквозь это может стрельнуть, там, стать кем-то, он для себя принял выбор именно из меркантильных, там, каких-то целей. Знаешь, как история с Оби-Ваном, когда он приехал и стал рассказывать, бля, Ксимирон крутой, нас в снях обнюхал. Там, даже типа, там шел какой-то тип, плакаты развешивал, он даже его взял с собой в отель и всех нас обнюхал. Он крутой, мы все там... Он уличный. Уличный, ты знаешь, типа, как Ксимирон завоевал уважение Оби-Ван Каноби. Он его обнюхал, и типа, который там у отеля расклеивал какие-то плакаты, Ксимирон его тоже щедро обнюхал. В смысле, это так... Давай соединим вот это вот все. Типа, с одной стороны, у нас есть еврейский националист, который сегодня, типа, обнюхал. Ультралиберал. У которого протеже, протеже русский националист, который сегодня ультралиберал. У которого Оби-Ван Каноби, сын Навальниста, который получал дубинкой от ментов российских. И вместе они обнюхались. Либеральная пропаганда. Понимаешь? Вот мне кажется, вот эта короткая история, это как такая маленькая форточка в мир, маленькое окошко в мир вот такого либерально настроенного современного творческого общества в России. Может быть, есть еще предложить подарок топовому донатеру? Да, топовому донатеру я готов подарить вот эту крышку. Вот эту крышку от бутылки минеральной воды, которую я выпил до этого выпуска. Потому что вода... Вода — это самое главное. Понимаете? Ты можешь месяц не есть и выжить. Ты не хочешь, чтобы ребята зарабатывали. Может, ты можешь... Подождите, я серьезно это, серьезно говорю. Ты можешь месяц не есть и выжить, а без воды ты не проживешь и неделю. Понимаешь? Вода — это очень важно. Поэтому недооценивайте эту крышку. Она из бутылки минеральной воды, которая сегодня дала мне жизни на минимум неделю. Представляете? Вообще, на самом деле, кстати, попри, пожалуйста, топовый донатер по-настоящему получит не только крышку, но и в следующем выпуске мы обязательно позвоним ему, чтобы обсудить новость какую-нибудь. Я могу поправить. Как только будут столько донатить, что я могу не только за свои деньги ходить в азбуку вкуса, естественно, и подарки изменятся. Потерять тебя нельзя, надо будет отдать. И он там, они там снимают. Точно! Слушай, он там сидит еще на возвышении. Радует, потому что Джина Рэп — хорошее дело. Да, да, он охуенный. 14-й год был. И я помню, как мы с Витьком смотрели и смеялись, как бы вот, ну как бы, что у него там с головой произошло. Вот я сейчас смотрю и думаю, нихуя себе, насколько как бы человек был в теме, так скажем. У меня есть такая история личная, за которую мне дико стыдно. Я вот недавно думал о ней и пытался позвонить отцу. А у меня отец такой, он в свободное время спит. Он любит спать. Вот как не позвоню отцу, мам, что батя, спать лег. У нас вся семья с этого смеется. Отец, отец кайфует. Вот для него, для него поел, посмотрел какую-нибудь свою там любимую передачу, пошел, поспал. Внуки приехали с внуками, погулял, пошел, поспал. Вот я несколько раз звонил отцу для того, чтобы извиниться перед ним. Это было в пандемию. Я, мой брат и отец, мы откуда-то приехали. То ли мы в магаз ездили вместе. Мы жили у брата в деревне во время пандемии. Вот и отец нас иногда забирал. У нас у него большая тачка, мы ездили все закупаться для всей семьи, короче, в супермаркеты. И мы, тут какой-то был разговор про Путина, конкретно про Путина. И мы строили, это был прям спор. И я орал на отца, я орал на брата, типа, да вы здесь живете уже там свои 20 с лишним лет в Германии, ты в России хоть жил, ты вообще знаешь, что там происходит. Типа, смотришь только, ты Россию видишь только через экран своего телевизора. И прям, я прям реально прям повысил голос, я орал прям со злости такой, типа, почему вы такие промытые ватники, там, знаешь, вот так. И вот сейчас я понимаю, что все, что говорил мой отец, оно так и есть. То есть, сегодня это все видно. А в тот момент я был настолько убежден, что он с промытыми мозгами, что они все ошибаются, заблуждаются. А сегодня мне эти самые очевидные вещи, они кажутся мне простыми. Вот как пример с Джина. Мне кажется, это связано с тем, что такие, как Джина, они никогда не были частью какой-то тусовки, знаешь. Они никогда не были в комьюнити, а потому что, как только ты, это как будто, ну, по сути, рэперы, они те же самые фрики. Они не фры, как сегодня в Дагестане говорят. Это люди, которые в своей тусовке варятся, у которых там свои мемасики, свой сленг, свои источники, как развлекательные, так и информативные. И мнения должны совпадать. Вот. Вот. Поэтому, я думаю, мы вообще все раз... Тот же Птаха. Знаешь, сколько раз я спорил с Птахой? И все думают, что Птаха это какой-то такой туповатый рэпер, у которого он не кофе разговаривает. Для всех Птаха какой-то дебил. Вот реально. Все мне... Часто я слышал, как ты можешь общаться с Птахой? А я смотрю на таких людей и думаю, да бля, мне с ним интереснее общаться, чем с тобой, потому что ты дебил, блядь, а Птаха нет. Вот реально для людей будет открытие, что Птаха не тупой. Я помню, когда мы Птахе скидывали какой-то документальный фильм на тему религии, что это, мол, это все подстроено, это все, что управлять нами. Птаха сказал такую вещь, ребята, эти фильмы снимают больные люди. Ну вот, с Птахой я спорил очень много лет на темы, которые мне сегодня абсолютно вот ясны. А я, ну, я думал, что я умнее, чем он. Типа, я думал, да ладно, что ты хочешь от меня, ты там, не шаришь, ты там из Москвы никуда не уезжал. Понимаешь? И вот это вот высокомерие, оно в нас как будто было воспитано и тусовкой, и вообще всем, всем таким комьюнити. Знаешь, это как Лакимин, когда выступает и рассказывается сцена, то, что ребята, вы умнее своих родителей.